Нам нужно раскатать свою лепёшку вот такой длины, чтобы она поместилась на глину, потому что потом мы её будем вырезать. Арт-кластер «Рубаха». Здесь создана инклюзивная среда. Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья занимаются творчеством наравне с обычными людьми. Общественники республики с интересом узнают о деятельности данной некоммерческой организации. Тут при поддержке благотворительного фонда «Татнефти» работает творческая мастерская. Особенные люди на этой площадке приобретают новые навыки, а также они получают профессиональную реализацию. Продают свои изделия на городских ярмарках и выступают на различных концертах. Основная цель нашей работы – это раскрытие способностей и талантов у людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому все наши проекты инклюзивны для того, чтобы ребятам было легко интегрироваться в обычное общество. В настоящий момент занимается более ста человек, так как реализуем мы очень много проектов на своей площадке, как партнерские, так и наши собственные. В настоящий момент ребята у нас занимаются хореографией, вокал, шумовой оркестр, также адаптивный спорт и работы с психологом. А это новый проект «Росмолодежи. Экология без границ». Теперь посетители арт-кластера «Рубаха» смогут заняться переработкой. Вот, например, сейчас дети создают из полиэтиленовых пакетов бижутерию. Принцип несложный. Пакет нарезают на квадраты, складывают их в несколько слоев и с помощью пресса получают заготовку, из которой потом можно вырезать любое изделие. Из одного пакета можно сделать одну пару вот таких замечательных сережек. Гости остались в восторге от такого разнообразия проектов. Ну, подготовка. Я смотрю, что все-таки у вас и состав педагогов имеет определенное обучение. Соответственно, они готовы к работе к такими детьми ОВЗ. И деятельность ведется полным доходом. Парк у вас шикарный, то есть на котором нам сейчас показали велопарк. Ребятки так прекрасно выступили. Это большой пласт работы, конечно. Посетили также гости Центр для онковыздоравливающих Безберге. Их бурная деятельность также впечатлила и заинтересовала. Люди, которые борются с раком, очень активно участвуют во всех городских мероприятиях. И не только. Вместе борются с недугом и в этом новом для Нижнекамска Центре ресурсов продвижения. Тут люди, перенесшие инсульт и инфаркт, могут получить реабилитацию. Они тут общаются, выращивают микрозелень, занимаются спортом и учатся заново жить. Здесь есть социальная психолога, педагогическая адаптация, социальная адаптация людей после инсульта. Мы будем учить людей, восстанавливаться в квартирных условиях, в домашних условиях. Будем общаться. У нас будет клуб общения. Люди могут рассказать о своих достижениях, своих успехах. Потому что маленькое достижение – это поднялась рука, что-то вспомнили, какие-то эмоции новые появились. Это огромное достижение больных инсультом. У вас вообще прекрасно. Я даже не могу, мне слов нету. Очень мне понравилось. Все у вас замечательно. Все у вас есть. Очень красочно, во-первых. И мне очень понравилось. Вот инвалиды тут рукоделем занимаются. Безберге вот только зашли. Вообще очень хорошо. В центре базы прошло совещание некоммерческих организаций республики. Здесь руководители из разных уголков Татарстана смогли поделиться опытом, рассказать о тех программах, которые реализуются в их районах и подчеркнуть для себя информацию для дальнейшего развития. Само наличие еще не говорит о зрелости гражданского общества. А вот зрелостью можно признавать так то и гражданское общество, в котором в партнерских отношениях при взаимном уважении и равном отношении друг к другу работают и власть, и бизнес, и некоммерческое сообщество. Вот к такой зрелости гражданского общества мы все стремимся в нашей республике. Поэтому я надеюсь, что и сегодняшняя наша встреча, обсуждение должны пополнить вот именно эту копилку, багаж вот этого наполнения нашей зрелости. Всего в Нижнекамском районе действует более двухсот некоммерческих организаций, и с каждым годом их становится больше. Свои проекты они реализуют за трагиоразные сферы в жизни общества. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР.